...развитие виноградарства и винодельной промышленности Украины и адаптации ее к стандартам ЕС. Друзья, Ваши аплодисменты. Доброго дня, шановному товариству. Я в свою чергу также хочу подякувать засновнику корпорации КПО «Агрофирм» «Биозерский» за этот заход, как и участников корпорации КПО «Ценген». Потому что все они входят в корпорации «Украинпром», и мы понимаем все с вами, что все начнется в земле. И эти заходы, которые проводятся на базе такого предприятия и других, они несут очень великое значение для нас всех. Потому что тот результат, который начинается именно на садах, на виноградниках, мы будем иметь в конце результатов, в том готовом продукте, который мы будем предлагать нашим споживачам, и какая продукция может идти на экспорт. Понимаете, что за 5-10 минут, которые сегодня будут проведены, мы не сможем рассматривать все болезненные вопросы, а больше такие вопросы, как адаптация к стандартам ЕС. Как вы знаете, завтра еще будет конференция в Одессе, где мы будем обговорить все эти болезненные вопросы, проблемы, так как и финансирование, адаптация. И мы будем иметь больше времени для их обговорения. Сейчас, коротко, еще сконцентруюсь на певных тих вещах, которые, мабуть, являются надзвичайно важными. Будьте, пожалуйста, на следующий слайд. Виктор Викторович показывал, как у нас есть государственная поддержка в Украине, 5,4 миллиарда гривен. Давайте обратим внимание, какая поддержка в Европейском Союзе, соответственно, с регламентом 11.44.2017 года. Статка «Витрат на 2017 рік». Звертаю увагу, что там евро у нас гривна. Гранты – 133 миллиона евро. Сприяние продажам, тобто та продукция, которая до нас подходить, зокрема и в Украину, с которой мы должны конкурировать, мает поддержку у 9500 евро. Это по направлениям продажам, по всему информационным компаниям, участию в выставках, визитах, девугаций и, в частности, рекламных компаниях. Все знают, за чью участь, за какие деньги мы можем выставлять и позиционировать нашу продукцию на внешних рынках. Наступный слайд, пожалуйста. Что европейцы предлагают нам в Украине? Ну, прежде всего, как вы знаете, одна из самых больших вопросов, которая на сегодня подписана, про все окопление с Украиной и Европейским Союзом, это вопрос графических номинаний. На сегодня этот проект стартует. Они нам предлагают 3 миллиона евро. И то на сегодня они хотят эти деньги освоить своими европейскими экспертизами. То есть, собрать зал, читать новые лекции. Ну, а другие, вот эти кредиты, технические помощи, то что, они рассматриваются в будущем. Потому что, в первую очередь, эти деньги, как бы, в помощи тим предприятиям, которые хотят развивать новое географическое именование. Теперь, что до регламенту Европейского Союза. На сегодня, как вы знаете, готовится, и мы разработаем вместе с Украиной и Минагрополитики, это окременный законопроект про виноград и виноградное вино, або про винопродукцию. Вокрема, вы все, мабуть, узнайомлились с этим законопроектом. Виктор Миколаевич его ставил в социальных мережах. И деякие депутаты уже его взяли и даже зарегистрировали в Верховной Раде. На первом этапе, мало там, які аспекти узгоджуються саме з міжнародными нормативними документами. Потому что нас подводит Европа до того, чтобы мы слепо переписывали саме те европейские нормы, которые есть европейским регламентом. Но при этом мы должны, в первую очередь, уберегать свою автетичность и не забыть те исторические вещи, которые у нас есть. Потому что есть международные нормативные документы, которые, например, такие вороки страны, как Соединенные Штаты Америки, страны нового света, которые используют при торговле и просунке своей продукции. Европа, 30% всего рынка, как вы знаете, туда продать нашу продукцию, надзвичайно, будет тяжело, не маючи такой поддержки, которую у нас сегодня Европейский Союз. Конкурувать с ними будет тяжело и на новых рынках сбуду. Например, угода ТРИПС. По этой угодке мы имеемо повное историческое право и подальше использовать те именования, которые у нас есть. А если нет, они мают нам покрыть эти видатки, которые Украина губит. Будьте, пожалуйста, наступный слайд. Так как у Борна Европа, давайте вернемо увагу, какие насаджения занимает количество, сколько имеет Европа, сколько имеет Украина. Украина, который занимает частью святовых кошек виноградных насаджений, который занимает частью святового виробности вина и святового споживания. Ведяки, думаете, США и Европейский Союз постачают больше, чем на 3,5 миллиарда евро своей винопродукции. Наступный слайд. При этом мы говорим, что мы, как Украина, только мы должны выращивать виноград на певных параллелях. Уси 50 Штатов США выращивают технические сорта винограда. Там не видно, но если что-то больше, то видно, по каких Штатах, какие сорта виноградов они выращивают. Яки я могу сделать с тихими. И в угоде по вину, саме, яка подписана с США и Европой, прописано все эти нюансы. У нас же, когда заключалась угода по зону вільной торговли с Европой, товарищ Пятницкий, который сдал все интересы, мы выбрали по 10-летний перегород. Ци речи не прописали. Ни где, ни одна страна света не заключает угоду по ЗВТ, если там нет угоди, в частности, и по вину, если страна индустриальная страна, по вину, у нас в Украине уже 5 из них виноградовские зоны. То есть, мы должны науково идти к этих вопросам. Клімат в свете изменится. И именно эти доски, которые сегодня проводят и компания Сенгента, те институты, которые у нас работают, естественно, науковой поддержки нет. Но придумать велосипед, который уже в свете придуман, европейцы признают эти сорта винограды. И не всегда там есть гибриды. Там есть внуки и бино-нуар, которые работают. И это есть технические сорта винограды. Вы представьте, даже на Алястии выращивают виноград. Это нормально. Они выращивают это винограды и выращивают его в Европейский Союз. То есть, я до чего говорю, именно нас, Европа, подчеркивает до того, что мы в нашей законе прописывали, что такие сорта винограды, они не имеют права на жизнь. А весь мир имеет свою автентичность и борются за свои исторические права. Следующий слайд. Знаете, что в США новый президент Дональд Трамп. И в час инаугурации подавалось калифорнийское шампанское. Відповідно, я уже говорил, что с 2006 года, у нас угода выпускает. Европейцы понимали, что есть международное законодательство, есть европейское право. И запорона есть именно для новых предприятий и использования певных именований. Но когда европейцы брали участие в инаугурации, никто не сказал Дональду Трампу, на какой представитель вы подаете калифорнийское шампанское. Когда они приезжают до нас, они скажут, на какой представитель вы кете украинский коньяк, или что, сегодня коньяк, завтра еще что-то может быть. Уже доходят до того, что даже певное географическое именование, которое есть в нас, зарегистрировано в Польше. Это же касается и садьевництва, и не только наших ООЗ. Следующий слайд. Что нужно делать, чтобы продавать свою продукцию за межи страны? Потрібно переймать досвід и наших соседей. Грузины. 5 млн. населенных. Знаемо, сколько выращивают виновратных, но при этом, извините внимание, сколько они продают в страны, святы. Потому что, что, виноваты, 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 виноваты. У нас на словах пока приоритет, но в праве не завжди это приоритет. При цьому, Грузия экспортировала 5,8 млн. пляшок вина в Украину, сближивши экспорт на 70% в этом году. Вы мне скажите, сколько мы поставили свою главу на Грузию и кто ее измер. Это даже Европейский союз. Может быть, нужно проводить параллели, бороться за свою национальную гидность. Сколько у нас есть ресторанов в грузинской кухне, сколько украинской грудни. Сколько у нас в меню есть грузинский кухня? Наверное, обратите внимание, я обратил на боку, сколько тут коньяки стоят. Коньяк Арарат и коньяк Таврят хорошо сидят. А в меню готеля, где мы сегодня поселились, что мы украинцы, мы должны бороться за украинскую в первую очередь. Хоть у себя дома, перед тем, как думать про экспорт. При этом Грузия заключила угоду по вольной торговле с Китайской народной республикой. Ринок два, с половиной разом у них уже вирос. Они свои будинки повинную там ставлю и продают. И нам, мабуть, в Китай будет простейше продавать и сбежать, чем продавать, не ж, какого-то наводил, приклад, свой сниг на Аляску продать можно. Хай он будет украинский, он будет самый национальный, но много мы его продать не сможем в Европу. вина. Следующий слайд. Так само и позиционирование по бренду, по самому имиджу винопродукции. Назвичайно важлива тема Створение бренда украинского вина. Весь мир идет по направлению створения национальных агентств, как делает Молотова, Грузия, Бразилия, Испания, Чили. Швейцария, смотрите, как позиционирует свою военную продукцию. А это вопрос национальной и государственной политики. И когда действительно ГАУ станет приоритетой, потому что каждая нация развивается тогда, когда действительно пьют свою продукцию, когда проходят, как на мудрый пример, Евробачиня, то хочется, чтобы подавало украинское воно на Евробачиня, или по будь-яких других заходах, которые проходят в Украине, даже сегодня, а не будь-яких других наборов. Из-за этого все начинается. Я умею больше довго разговаривать, на жаль, не так много времени. И запрошу всех на ту конференцию, которую мы завтра проводим. Будем мать больше времени для оборудования, будь-яких других законодавчих инициатив, ну и перспектив развития наших многостраждальных аузей. Дякую всем за увагу. На запитания з дячностю відповім. И бажаю всем сьогодні лидної и основной корисної работы. Чтобы все вы сьогодні, почувши тут что-то взяли для себя, а, звичайно, набрали практичного досвіду саме на тих операціях, которые будут сегодня проходить безпосередньо на земле. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ